Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Журналист Анатолий Баранов, главный редактор сайта форума МСКРУ. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. И будет у нас несколько депутатов Народных СССР по телефону. Анатолий, какие он вспоминает эти дни, конец мая 1989 года? Это было давно, и я немножко был моложе. И сейчас, конечно, наверное, уже не так оцениваю те события, как это делал в то время. Ну что, в общем-то, это же эпохальное достаточно событие, с которого... Ну, не совсем точно это было одно из событий в некоторой достаточно короткой цепи. Вот говорили, от 19-й парт-конференции до, собственно говоря, завершения истории Советского Союза. Все это же произошло в считанные... в какие-то три года уложилось. Вот съезда народных депутатов до, собственно говоря, распада страны прошло два с небольшим года. И, конечно, некоторые решения, принятые в связи с этим процессом, они оказались достаточно фатальными. При том, что я, например, до сих пор уверен, что развалить Советский Союз сознательно никто так особенно сильно не хотел. Но вот что произошло, то произошло. И, наверное, поскольку крушение СССР стало достаточно крупнейшей такой планетарной катастрофой на нашей памяти, Ну, вот, наверное, в свете этих событий надо смотреть, потому что, если люди не извлекают уроков из каких-то старых ошибок, то эти ошибки склонны же повторяться. У нас на прямой связи Аркадий Мурашев, народный депутат СССР и исполненный секретарь межрегиональной депутатской группы ПВЧ Аркадий Николаевич. Добрый вечер. В какой обстановке происходили выборы народных депутатов СССР? Напомните, пожалуйста, вам слово. Это был март, 26 марта выборы состоялись. И, конечно, ничего похожего ни наше поколение, ни предшествующее несколько поколений наших отцов и дедов на своей памяти не знали. Это была совершенно необычная вещь, когда баллотировалось несколько человек за один мандат. По телевизору показывали дебаты между ними. И люди выступали с разных позиций. Было вовлечено в избирательную кампанию огромное количество волонтеров и добровольцев. Никаких платных агитаторов тогда, конечно, и речи идти не могло. Все люди участвовали по зову сердца. И такой активности, такой явки на выборах, такого внимания. Очень многие верили, что это судьбоносная вещь. Но, собственно, так оно и произошло. Правильно сказали, что от момента съезда до распада Союза прошло два с небольшим года. И, в общем-то, то, что это случится, было понятно еще и задолго до этого. Я прекрасно помню, что в январе 90-го года, впервые поехав в Соединенные Штаты, я выступал на международной какой-то конференции. И тогда я уже говорил о том, что распад Советского Союза весь совершенно неизбежный. То есть нам это уже было понятно в начале 90-го года. Правда, на съезде народных депутатов СССР были же представлены депутаты разных республик. Кипербалтийские депутаты и украинские депутаты. И вот общаясь с ними, ездя к ним в гости в их страны, неизбежность распада Советского Союза была очевидна уже задолго до этого. Мы, правда, не предполагали, что это будет носить такой быстрый, стремительный характер. И, конечно, здесь ГКЧП все это ускорил. Но я думаю, что если бы даже и не было ГКЧП, то тот союзный договор, который готов был подписывать Горбачев и не все руководители уже республик Советского Союза, он все равно бы привел к распаду, но, может быть, по более плавной и какой-то такой иной траектории. Но все равно бы это случилось. Не было связующего... Слишком была велика разница в культуре, в образе жизни у среднеазиатских стран, у прибалтийских народов, у закавказских и у восточнославянских. То есть ясно было, что никакие скрепы уже здесь не держат. А уж когда исчезла КПСС, то, собственно, все стремительно прекратило свое существование. У нас на прямой телефонной связи Сергей Санкевич, Большонародный депутат СССР, Сергей Борисович. Добрый вечер. Как вы считаете, когда вы шли на первый съезд народного депутата СССР, вы подозревали, что Советский Союз уже обречен? Нет, не подозревал. И у меня было даже внутреннее убеждение, что он сохранится, хотя и в новой форме. Я согласен с тем, что первый съезд был эпохальным и во многом решающим, поворотным событием. Если, скажем, упоминавшаяся 19-я партийная конференция 1988 года, она еще обозначала некие перемены, но была возможность возврата. А самое главное, что дал первый съезд, это был точкой невозврата. Вот после того, как состоялся первый съезд, просто вернуть ситуацию статус-кво было просто невозможно. Эшелон вот этих перемен, он набрал скорость, его нельзя было остановить. Я считаю, что сам феномен этого съезда, это была хорошая и правильная находка Горбачева. Это во многом было повторение традиций российских земских соборов. В земском соборе обязаны быть представлены все сословия. Так и на нашем съезде народных депутатов были и военные, и рабочие, и крестьяне, и женщины, и коммунисты, и комсомольцы. В общем, все были в соответствующей пропорции, которую, как опытный повар отмерила коммунистическая партия, все были представлены. Это был такой земский собор. И Горбачев стремился использовать этот земский собор для того, чтобы создать некое давление на реакционную часть коммунистической партии, а сам бы он находился над схваткой и говорил своим же реакционерам и консерваторам, смотрите, если вы не готовы на перемены, то вот там вот дальше находится гораздо более радикальная оппозиция, которая вас подвинет. Замдумка, в общем, была верная, но уже с момента первого съезда Горбачев не столько был впереди событий, сколько отставал от них. Первый съезд длился 13 дней в мае. Начинался он в одной стране, а закончился в другой. Сбылось пророчество Андрея Адмитриевича Сахарова. Он накануне буквально этого съезда, когда мы планировали свои действия в ходе съезда, и различные рода тактические ходы предлагали, он в конце долгой дискуссии, затянувшейся за полночь, он сказал, ну, я, в отличие от вас, начинающий политик, но мне кажется следующее. Поверьте мне, скорее всего, все это продлится недолго. Весь этот эксперимент будет свернут. И пока он еще не свернут, нам нужно делать главное. Нам нужно выходить к трибуне любой ценой, прорываться на нее и просто говорить правду. Причем адресуясь не к тем, кто собрался в зале, а к тем, кто будет смотреть съезд по телевизору. И поверьте мне, если мы продержимся так хотя бы две недели, у нас будет другая страна. Я запомнил эти слова Андрея Адмитриевича Сахарова практически буквально наизусть. И он удивительным образом оказался прав. И действительно, к концу съезда у нас была уже другая страна. И этих людей вернуть в прежнее состояние, такое полурабское, было просто невозможно. Что касается судьбы Советского Союза, я все-таки считаю, что он мог перейти в новое качество. Вот 9 республик из 16 все-таки сочли возможным выработать новый союзный договор, который мы собирались подписать в августе 1901 года. Конечно, это уже не была бы прежняя Советская империя. Конечно, это был бы такой достаточно рыхлый конгломерат. И каждое движение приходилось бы согласовывать сложным образом. Но тем не менее, это была бы такая интересная форма сосуществования республик, действительно уже свободных, которая могла бы дать очень серьезную выгоду и экономическую, и политическую нашим странам. Единственное, что, конечно, не могла оставаться ни в каком уже союзе. Например, Прибалтика. Они твердо изначально взяли курс на выход. Ну и еще несколько республик категорически настаивали на самостоятельности и должны были получить на это право. Скорее всего, было какое-то твердое, могло бы быть, какое-то твердое федеративное ядро, а с остальными республиками могли быть договорные конфедеративные отношения. Над этим стоило потрудиться. Но ГКЧП, реакционный бунт вот этих самых вечно вчерашних коммунистов, сорвало все попытки, и дальше мы уже перешли к самостоятельному плаванию. Спасибо. У нас на прямой связи Виталтус Ландсбергес, народный депутат СССР от Литвы. Виталтус, как по-вашему, какую роль сыграл первый съезд в крушении Советского Союза как тюрьмы народов? СССР, народных депутатов и, прежде всего, выборы были очень большим, значительным, переломным моментом. И не только в жизни России и других ей подвластных стран, окружающих тогда, входящих в Советский Союз, но это могло бы стать и мировым, очень позитивным, обнадеживающим событием, переворотным событием. Так что надежды были большие. И перестройка означала перемены, существенные перемены в правлении страны. В России всегда главная власть, а не народ. А тут власть сама пошла на уменьшение своей власти и этим самым сотрясение основ диктатуры. Власть имущая согласились с тем, что они не абсолютно всемогущие, что будут настоящие выборы, не такие, как Петрушки в Сантеапе. Настоящие выборы, на которых может появиться настоящая, изданная и представительная власть, чего за все время так называемого Советского Союза никогда не было. Это подразумевалось как просто враждебная концепция. А тут нормальное, нормальное продвижение и избирательной, и представительной демократии. Ну, понятно, что это стало успехом и обнадеживающим успехом, но было ощущаемо и потом стало реальности огромное сопротивление. И сопротивление, в конце концов, реванш диктаторских навыков и диктаторских сил под другими названиями, под другими схемами. Но прорыв к демократии от диктатуры – это очень великое дело. И страница в истории России, которая в какой-то мере согласилась, и в конце концов согласилась даже на свободу выбора бывших своих континентальных колоний или сателлитных, так называемых, союзных стран. Никакого союза реально не было, никаких республик не было. Но все это взвинулось с места, потому что, если приходит представительная власть, то это уже республика. Если республики говорят между собой, быть в какой-то структуре союзной или другой, или вообще не иметь, как не оправдавшийся себя, это свобода выбора, это тоже демократия. Что в результате могло бы быть большое дело, большая подвижка не только для народов тогдашнего Советского Союза, но и для мирового устройства. Подальше от угрозы войны, фундаментально подальше, потому что если через несколько лет опять установились такие взгляды, что кругом враг, что Запад это враг, и которого надо будет победить, мы имеем сегодняшнюю губительную ситуацию. Губительную для самой России, которая не сумела отстоять демократию и перспективу. Мы об этом еще поговорим, да, Виталтус, потому что будем сравнивать ситуацию 89-го года и сегодняшнюю. Хотел Анатолий спросить. Анатолий, какую роль сыграла отмена 6-й статьи Конституции? На самом деле она сыграла роль такого фактора подмены. Вообще в российской истории, в российской политике факторы подмены смыслов — это скорее такая вот норма. Собственно говоря, господин Ландсберг сказал, что да, переход от диктатуры к демократии, но дело в том, что диктатура пролетариата, которая была установлена в 1917 году, к эпохе перестройки, по-моему, даже формально уже не существовала. На самом деле была такая весьма своеобразная, но советская демократия, сильно бюрократизированная, достаточно неловкая, требовавшая реформы. Собственно, все это понимали, и те, кто был за, и те, кто был против, все прекрасно понимали, что ситуацию, конечно, надо реформировать. И вот формальная отмена 6-й статьи Конституции, почему формальная, потому что до этого момента уже всевластия КПСС как такового уже не было. Собственно говоря, и вообще всевластия партии, оно тоже было уже в той ситуации, которую мы вот с вами помним, оно уже тоже было достаточно относительно, но каков был мотив Горбачева и его окружения вот в этом вот как бы процессе демократизации? Очень интересный вопрос, потому что, строго говоря, это был переход, попытка перехода от коллегиального управления к единоличному. В партии все-таки, и в партии все время предполагалось коллегиальное руководство. Даже генеральный секретарь, это был все-таки первый среди равных членов политбюро. Это была, конечно, не такая представительная демократия, к которой мы уже сейчас постепенно привыкли, но, тем не менее, это была коллегиальная такая структура. И везде также было устроено все, вот от ЦК до райкома последнего, некоторая коллегиальность. И вот Горбачев, как выдвиженец партии, а надо еще вернуться к тому, что лидер в Советском Союзе, он ведь никогда не имел должности лидера. Лидер мог быть генеральным секретарем, мог быть председателем Президиума Верховного Совета, мог быть главой правительства, как Ленин. То есть он лидером становился не по должности, а в силу каких-то своих еще и качеств. У меня такое ощущение, что Михаил Сергеевич, не обладая теми качествами, которыми обладали его предшественники, был бы не прочь, оперевшись не на партию, которая его выдвинула, а на вот это вот земство, на вот это вот народ, почему я так это говорю, потому что, конечно, не на весь народ, а на некоторую часть, на каких-то выборных от народа, установить, собственно говоря, уже лидерское правление по должности. То есть установить должность лидера. Мы же помним, что через год после съезда первого, в 90-м году, была установлена должность президента, и Михаил Сергеевич Горбачев уже стал абсолютно над всеми по должности, но не по сущности, и, собственно говоря, всего лишь это президентство союзное год и просуществовал. Вот этот вот очень такой хитроватый момент, когда вот некоторая группа, условно, скажем, Горбачевская, она немножко сама себя перехитрила. Конечно, надо им было подвинуть партию, сделать так, чтобы лидер стал независим ни от партии, ни от каких-то бюрократических структур, чтобы он опирался как бы на весь народ. Ну, в общем, схема живая. Схема живая, мы ее еще по истории крушения Древнего Рима, в общем, в школе изучаем, но, как видим, она приводит к совершенно противоположным результатам. А тут ответ очень простой. Когда появляется должность национального лидера, то, как правило, первый еще лидер соответствует. А дальше эту должность занимают самые разные люди и оказываются несоответствующими занимаемой должности. Но в нашей печальной истории, я имею в виду историю СССР, несоответствующей этой роли своей оказался самый вот первый президент. Да, вопрос Аркадия Марашова. Аркадий Николаевич, а какую роль играла личность Михаила Сергеевича Горбачева в работе первого съезда народных депутатов СССР? Вам слово. Ну, там все было вокруг Михаила Сергеевича Горбачева закручено. Все-таки не надо забывать, 1989 год – это расцвет популярности Горбачева, его политического авторитета, причем не только внутри страны, но и на международной арене со своим новым мышлением. В него поверили в то, что он приведет к каким-то позитивным переменам Советскую империю и западные лидеры тоже. План политической реформы – это, в общем-то, тоже дело у Горбачева, которое он провел через парт-конференцию и потом через Старый Верховный Совет. Изменения в Конституции, выборы этого первого съезда – это все были горбачевские реформы. Я уже не говорю о том, что вся политика перестройки и гласности, частичная отмена цензуры, опубликование запрещенных великих произведений русской литературы XX века – это тоже Горбачев. На самом съезде Горбачев, безусловно, лидировал. И я помню, что для нас тогда не было вопроса, кто является лидером страны. И выдвижение Ельцина, как его альтернатива, выглядело смешным и несвоевременным, и неуместным, вот у меня лично. И альтернативы никакой Горбачеву не было, мы все голосовали за него. Но правильно Сергей сказал, что начиная с первого съезда Горбачев стал терять. Он стал отставать от быстро развивающихся событий, и тем самым его авторитет довольно сильно утрачивался. Уже через год, когда вводился пост президента, то мы уже за него не голосовали. Мы считали, что президент должен идти на всенародные выборы. Уже неспособность его к каким-то экономическим реформам нас настораживала. Ну и вообще как бы появлялся новый лидер Ельцина уже во главе Российского Верховного Совета. То есть ситуация менялась очень быстро. И за два с половиной стремительных года Горбачев растерял все, что у него было. Но первый съезд народных депутатов СССР – это, конечно, безусловное солирование и лидерство Горбачева как политического деятеля. Вопрос Сергея Санкевича. Сергей Борисович, по-вашему, какую роль сыграл Михаил Сергеевич Горбачев в работе первого съезда народных депутатов СССР? Вам слово. Ну, огромную роль он. Действительно, это было его детище, его задумка. Он сидел на всех заседаниях, во многом председательствовал, иногда передавал видения нашему первому спикеру Анатолию Лукьянову. Но даже в этот момент находился в зале, внимательно слушал, помечал. И чувствуется, что очень волновался за исход этих событий. Всем памятна его полемика с Андреем Дмитриевичем Сахаром, когда академик Сахаров находился на трибуне, а Горбачев там пытался ограничить длительность его выступления и вел с ним полемику. Это просто стало... Вот эти сцены, они стали своеобразной такой эмоциональной кульминацией съезда. В принципе, у Горбачева поначалу, вот на этом первом съезде, почти все получилось. Он получил оппозицию в лице межрегиональной депутатской группы, которая сложилась прямо там на съезде. Но эта оппозиция, в которую мы как раз с Аркадием Марашовым входили, она ставила себе задачу ни в коем случае не свержения Горбачева, не какую-то революцию здесь и сейчас. А мы рассматривали себя как оппоненты, которые в принципе согласны с целями, но которые стараются обеспечить Горбачеву возможность проведения реформ под давлением. Давление это для чего нужно было, чтобы он сам не свернул с пути, не проявил какую-то слабость. А с другой стороны, чтобы реакционеры внутри партии его не свергли или не попытались каким-то образом остановить сами реформы, принимая решения на политбюро или на пленумах партии. Вот такого рода реформы под давлением со стороны созданной нами оппозиции, они были в пользу Горбачева. У нас был своеобразный с ним такой контракт, не зафиксированный на бумаге. Но это продолжалось до той поры, пока Горбачев под воздействием внутренней реакционной группировки партийной, и может быть и видя, что его собственная авторитетия тает, не начал тормозить ход событий, не начал уступать. А самый главный поворотный момент был, конечно, уже не на первом съезде, а чуть позже. Я четко его помню абсолютно, это был сентябрь 90-го года, когда было вынесено на голосование на Верховном Совете СССР программа Шаталина-Явлинского. Сейчас многие ссылаются на программу там 500 дней и пытаются над ней как-то издеваться, хотя это был всего лишь список законов, которые нужно принять с соответствующим обоснованием. А вот на основе этих предложений Юлинского, тогдашних, была разработана очень серьезная команда, в которую входили и академики-экономисты, рекомендованные Горбачевым, и академики, и прочие экономисты, и доктора, рекомендованные Ельциным. Вот была создана такая программа Шаталина-Явлинского, в которой от Шаталина даже уже было больше, чем от Явлинского. И это была единственная экономическая программа, акцептированная и Ельциным, и Горбачевым. Ее вынесли в сентябре 90-го года на рассмотрение и потом на голосование. И вот в этот момент, поскольку глава правительства Николай Рысков, советского правительства, поставил ультиматум, если вы эту программу утверждаете, то я, как глава правительства, ее не буду ни в коем случае реализовывать, тогда ищите себе другого премьера и другое правительство. Под воздействием этого ультиматума Горбачев дрогнул, и вместо того, чтобы все-таки провести программу Шаталина-Явлинского, довольно серьезных экономических реформ через Верховный Совет, Горбачев снял ее с голосования, предложил создать комиссию для того, чтобы объединить, как сказал Ельцин, ежа с ужовом. Фактически это был отказ от экономических реформ, от упорядоченного перехода к рынку. Чуть позже Горбачев поехал в Белоруссию, которую тогда называли Вандеей перестройки, и выступил там с довольно реакционной речью, где очень многое из прежних своих заявлений пересмотрел. Мы это рассматривали тогда как такое отступление, как начало нисходящей стадии демократической революции. Ну и полный разрыв уже состоялся в январе 1991 года, после трагических событий в Литве и в Латвии, в Вильнисе и в Риге, когда были силовые действия с человеческими жертвами. С этого момента произошел разрыв между Михаилом Горбачевым и вот этой самой демократической либеральной оппозицией. Вот таковы были события, а начало им конечно положил первый съезд и в общем-то это было фактически такое пробуждение, демократическое, политическое пробуждение народа, уже не только отдельных кружков московской, питерской, балтийской или какой-то иной интеллигенции, а это было демократическое пробуждение народа, везде зашевелилось какое-то движение, стали создаваться партии, стали одерживать победу на тех или иных местных выборах местные демократические активисты. Я напомню, что весной 1990 года на местных выборах коалиция, назвавшая себя демократическая Россия, победила в 20 крупнейших городах России, включая Москву и Ленинград, позднее ставший Петербургом. Иными словами, первый съезд дал толчок к такому мощному процессу естественной демократизации Советского Союза, и Горбачев должен был возглавить этот процесс, а он в какой-то момент оказался позади, и попытался нажимать на тормоза, что, конечно, ничего не дало в итоге, но привело его к не тому финалу, на который он рассчитывал и которого, в общем-то, он заслуживал. У меня теплые очень отношения и такое сочувственное отношение Горбачева в том смысле, что он действительно был замечательным, великим лидером в поворотный момент, но у него не получилось оставаться лидером перемен до конца революционных изменений в силу тех или иных исторических обстоятельств. Я думаю, история еще неоднократно будет возвращаться к рассмотрению каждого дня буквально этих замечательных лет, и оценка деятельности Михаила Сергеевича будет дана более взвешенной, чем сейчас она звучит в России. Я считаю, то, что сейчас произносится зачастую в его адресе, это несправедливо. Но вместе с тем я сохраняю критическое отношение к тому, что лидером реальных демократических реформ в решающий их момент, это 90-й год, вот сентябрь и дальше, он, к сожалению, остаться не смог. Спасибо. Вопрос Виталусу Ландсбергу. Виталус, какова по вашему роль Михаила Сергеевича Горбачева в демократизации общественной жизни Советского Союза? Вам слово. Неизвестно, что имел в виду лично Горбачев. Конечно, он выполнял волю или решение некоторого круга политического вокруг него. Этот круг и был властью Советского Союза. Но можно так же, как и Коммунистическая партия, которую в конце концов удалось отменить как конституционную единую управляющую силу. Это было тоже подвижкой правильной и очень долго ожидаемой. Но Горбачев или не имел сил в руках, или не имел этого убеждения в голове и в сердце, что надо идти к демократии полной. То есть доверяя, даже если ты тратишь власть. А у бывших и еще сохраняющихся коммунистов, и тем более когибистов, которые составляли такой общий клан власти, не было намерения рисковать своим положением, своими привилегиями, ну и, может быть, даже своей безнаказанностью за прежние дела. Тут и не хватило у Горбачева духовного величия, или воли, или ощущения чести, что я должен идти по этой дороге, не смотря на то, каковой будет моя личная судьба. Ну и он оказался не на уровне. Задача была огромного значения, исторического, можно сказать, глобального. Он оказался слишком ограниченным советским партийным чиновником. Его так воспитывали. Можно его даже сожалеть, несмотря на то, что его ошибки стоили крови и жизни людей. Но это выглядит так. И не было в России тогда человека с таким заплечьем, который был бы способен вывести Россию на демократический путь, что действительно старался делать Борис Ельцин, но сопротивление этому и настоящий реваншизм одолели. Одолели эти потуги, эти желания и эти надежды. И сейчас мы имеем эпоху диктаторского реваншизма. Да, вот если сравнить с сегодняшним днем, Анатолий, как вы считаете, насколько напоминает обстановка Первого Съезда Народного Депутата ХСР и сегодняшняя обстановка? Ну, честно говоря, не очень напоминает. Дело в том, что если, как я уже сказал, Первый Съезд был одним из шагов к попытке установления такого единоличного правления в стране, кстати, неудавшегося, потому что страна развалилась-то у нас, я имею уже в виду Российскую Федерацию, дорога-то была совсем другая. Российская Федерация началась с единоличного авторитарного правления. И уже продолжается этот процесс больше двух десятков лет. И если что-то грозит целостности и государственности в Российской Федерации, то это уже будет прямым следствием вот именно того стиля правления, который здесь уже сложился. В тот период ничего сложившегося не было. Да, видимо, реформаторы в тот период были не готовы к реформам. Что неудивительно, потому что никто их к этим реформам и не готовил. И, ну, что делать, вожди оказались не на высоте, именно потому что были, не соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляла история. И, безусловно, я согласен с Сергеем Борисовичем Станкевичем, потому что личные качества Горбачева, человеческие качества, они по сравнению с рядом других людей политических, они были, может быть, даже и превосходны. Он в чем-то был и гуманистом. Да не в чем-то, он вообще реально гуманист. Но его неготовность к осуществлению функции лидера первая, причем единоличного лидера, он к этому шел, он стал единоличным лидером и оказался не готов к исполнению этой задачи. И вот эта его неготовность вообще здорово обошлась. Я даже боюсь сказать, с чем это можно сравнить. Могу вспомнить, что когда уже Сергей Борисович Станкевич был помощником другого президента, Ельцина, ему пришлось поехать в Таджикистан времен разгара гражданской войны, он приехал, рассказывал, это было действительно достаточно страшно. И потом мне самому приходилось много ездить в Таджикистан. Да, страшно, большего количества трупов и крови. Ну, только что во время армянского землетрясения, но там была в 88-м году стихия, а здесь все, так сказать, рукотворно. И вот более 20 конфликтов региональных на территории бывшего Советского Союза, ряд этих конфликтов были очень кровавыми, очень тяжелыми, некоторые даже до сих пор не изжитыми. Вот все это прямое следствие какого-то, может быть, благодушия, может быть, недомыслия, может быть, что уже, скорее всего, в общем, недооценки ситуации со стороны ведущего слоя и реформаторов, и консерваторов. Но, поскольку на моей памяти об ответственности элит в нашей стране даже и разговора почти нет, то, ну что, то будем только ретроспективно наблюдать, к чему привело то, к чему привело это. Аркадий Николаевич, Марашов вопрос. Аркадий Николаевич, вот если по уровню демократизации сравнить то время и наше по наличию политзаключенных и так далее, то в чью пользу будет это сравнение слова? Ну, случился, конечно, откат. Я думаю, что он в какой-то степени закономерен. Все-таки события тех лет, 89-90-91 года, это были события революционные. Исчезла коммунистическая партия, которая на протяжении многих десятилетий определяла правила на территории бывшей Российской империи. Открылись границы. Главная базовая свобода вернулись в жизнь. Свобода совести, свобода выезда, свобода печати. То есть, после каждой... Это была реальная революция. После каждой революции ситуация, конечно, частично возвращается уже, так сказать, на новой базе. И это совершенно закономерная вещь, которая многократно описана на примерах таких исторических событий в самых разных странах, в самое разное время. И то, что мы сейчас видим, то это вот, собственно, и происходит. Политические институты демократические оказались в России невостребованы. И вот этот авторитарный тип правления, когда во главе страны один человек, в общем-то, который действительно ни с кем особо не советуется, определяет практически все, это оказалось для России вполне естественным и понятным. С другой стороны, вполне укоренилась потребность для того, чтобы границы были открыты, храмы свободно могли посещаться, книжные магазины наполнены любой совершенно литературой. Ну и вообще, вот та культура потребления, которая пришла к нам из развитых стран, все эти торговые моллы, забитые молодежью, образ жизни и такое мелкое предпринимательство, они оказались совершенно усвоены, и получилась ситуация, как мне кажется, чрезвычайно стабильная. Я думаю, что тот тип правления и экономический порядок и политический, они совершенно адекватны нынешнему состоянию российского общества и будут существовать в России еще десятилетия. По крайней мере, я не думаю, что на нашей жизни, жизни нашего поколения что-либо изменится в России. Ну, дальше, конечно, Россия будет отставать, и через какое-то время, довольно продолжительное, будет назревать новый кризис. Но как он будет развиваться, в каких исторических условиях, на какой базе? Сейчас это даже предположить невозможно, потому что такие вещи вообще не предсказываются. Многие вещи базируются просто на научном прогрессе. Кто мог предсказать интернет в 1991 году? Кто мог предсказать сланцевую революцию в 90-х годах? Это такие вещи, которые, с одной стороны, очень серьезно меняют экономикный мир, но, с другой стороны, их совершенно невозможно предсказать. А сейчас мы находимся в такой потенциальной яме, и я думаю, что ситуация абсолютно стабильная в России, и она будет существовать очень долго. Спасибо. Сергей Санкевич, тот же вопрос. По уровню демократизации, если сравнить Советский Союз с 89-го года и нынешнюю Россию, то в чью пользу будет говорить это сравнение? Вам слово. Сейчас, конечно, возможностей для нормальной демократической деятельности гораздо больше, чем тогда, но в то же время есть и те ограничения, которые тогда отсутствовали. Вообще, я согласен с тем, что есть некий железный закон революции. Я утверждаю это уже как профессиональный историк, который специально этой темой занимался. И классическая модель, это Великая Французская революция, она работает и в нашем случае. То, что сейчас мы видим, это термидор и директория в терминах Великой Французской революции. То есть после этапа радикальных перемен, радикальных изменений, происходит такая консервативная консолидация, когда от многих прежних перемен отказываются, но какое-то ядро их все-таки остается и сохраняется. А что такое директория после термидора? Это власть крупной буржуазии, которая использует достижения революции в интересах этой самой крупной буржуазии. Не всегда справедливо, не всегда гуманно, не всегда демократично, но использует. Вот, собственно, эту ситуацию мы сейчас и наблюдаем. Возникший сейчас в России режим, он способен успешно решать две задачи. И он их решает. Это, во-первых, удержание власти, а во-вторых, извлечение вот этой новой административной элитой дополнительной ренты неэкономическим способом. Вот эти две задачи решаются успешно возникшей системой, но она не решает главной задачей. Она и не способна ее решить. Это задача развития. Вот развитие таким образом не обеспечишь. И Россия сейчас стоит перед проблемой, как все-таки трансформировать существующую политическую систему без новой революции, без каких-то великих потрясений. Но все-таки трансформировать таким образом, чтобы, во-первых, она была не столь вертикальной, не столь личностной и суперцентрализованной и бюрократической. А во-вторых, чтобы она была более справедливой. Самое главное, чтобы кроме вот этого достаточно узкого слоя бенефициаров революции, нормально работать, зарабатывать, развиваться мог малый и средний бизнес, могли миллионы граждан, а не просто ожидать чего-то в далеком и светлом будущем. Вот переход к такой справедливой и развивающейся системе, системе гораздо более демократичной, с большим упором на представительные органы, а не на исполнительную вертикаль. Конечно, этот переход нам предстоит, но я надеюсь, что он будет происходить уже эволюционным путем и никаких новых больших потрясений нам не потребуется. В этой связи крайне важно две вещи. Во-первых, нам нужно все-таки по достоинству оценить все перемены, которые произошли с нами в начале 90-х. Сейчас сложился такой реакционный миф в России о 90-х годах, о чем-то сплошь негативном, страшном, как о годах развала и годах сплошных бедствий и несчастья народных. Миф этот культивируется совершенно сознательно. И вот те, кто, слава богу, еще помнит, как это все на самом деле происходило, то в состоянии что-то сформулировать на эту тему. А также добросовестные исследователи, они должны все-таки здесь сказать свое слово. И при всех действительно серьезнейших, трагичных, болезненных испытаниях, которые выпали на долю наших сограждан в 90-е годы, все-таки объяснить, что это была необходимая расплата за предшествующий период. И протекало все это достаточно коротко. Всего 8 лет, в общем-то, Борис Ельцин находился у власти. И что с тех пор вполне можно было продвинуться гораздо дальше, если бы мы были более демократичными, справедливыми и гибкими. Все, но все-таки начиная с самого верха. Я считаю, что мы все-таки обрели. Мы обрели, вот в ходе перемен революционных начала 90-х годов, мы в России, обрели жизнеспособный и имеющий все необходимое для развития государственный проект. Это демократическая федеративная республика с рыночной экономикой. Вот этот проект мы уже никому не отдадим. Мы не позволим его изуродовать никакой реакционной утопией. Мы ни в коем случае не дадим опять завести вот эту демократическую федеративную республику в какой-то идеологический тупик. И вот это детище, мы, дети демократической революции августа 91-го года, мы обязаны хранить. Мы некий такой, знаете, рыцарский орден хранителей этой революции. Мы обязаны обязательно демократическую федеративную республику передать следующим поколениям россиян, которые выросли уже после коммунизма. Вот сейчас вступают уже дети, родившиеся после коммунизма в 90-м, 91-м году. Им уже по 27 лет, они уже сами детей рожают. Это уже второе поколение после коммунизма. Вот для того, чтобы они могли умножаться, для того, чтобы россияне, выросшие после коммунизма, составили большинство в нашем обществе, нам очень важно вот эти базовые демократические ценности сохранить, что, я надеюсь, мы успешно и сделаем. Спасибо, Сергей. Вопрос Виталтас Ванзбергесов. Как бы вы охарактеризовали нынешний политический режим, существующий в России? Вам слово, Виталтас. Я смотрю, что Россия сегодня очень проблематичная страна и для себя, и для окружающего мира. Она не находит путей для позитивного, творческого развития. Ее власть доправлена, как уже было тут сказано, на самосохранение. На сохранение власти. Декабристы, это называли самовластью, конечно, имея в виду монархию. Но клановая монархия недалеко ушла. Никакой демократии не хотят власть имущие, потому что они тогда отойдут от власти. Это было бы в пользу народа и страны, но не в пользу власти имущих. А раз они такие, то они и будут держаться, и будут в тишках держать страну. Даже задушать ее. Поэтому я не вижу больших перспектив при настоящей ситуации, если только не перспективы к гораздо худшему. То есть к войне. Когда ничего не получается, все хана, тогда война все спишет. Спасибо большое, Витатус, на этой довольно грустной теме. Но тем мы хотим закончить нашу тему. Потому что сегодня одна из годовщин 25 мая 1989 года, когда открылся 28 лет назад Первый съезд народа в СССР, мы посвятили нашу передачу этой дате. Надеемся, что она займет свое достойное место в истории нашей страны. И мы каждый год будем ее вспоминать. Онах «Радио Свобода» зачет программу «Грани времени». Микрофон работы Владимира Карамарова-Старшей, сейчас программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Кулупаева. Всего вам доброго. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.